Местное притяжение паломников со всего православного мира является Иоанновский Ставропегиальный женский монастырь на набережной реки Карповки, основанный в городе на Неве святым Иоанном Кронштадтским. Здесь, в храме-усыпальнице, покоятся мощи праведника. Особенно многолюдно было святой обители в День памяти Всероссийского Батюшки. Божественную литургию в Иоанновском монастыре возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Иоанновский женский монастырь. Он был основан в 1900 году праведным Иоанном Кронштадтским и освящен в честь небесного покровителя батюшки, преподобного Иоанна Рыльского. Сейчас это место паломничества множества народа. В монастыре, в храме-усыпальнице, покоятся мощи святого, основателя обители. Любой желающий может приложиться к ним и помолиться. Около 20 лет является прихожанкой храма Елены Миза. Говорит, что вся ее жизнь связана с праведным Иоанном Кронштадтским. Благодаря ему ее сердце наполнилось светом и любовью. Слава кистью, то она растет. Мы приобщаемся, мы приобщены к этому. Он вошел в нашу жизнь, в нашу жизнь это освящается. То есть для нас это идет, у нас только всегда молитва, настолько всегда, как эта глубина такая, когда прикасаешься к молитве. Это вот только здесь можно ощутить, но для нас это так. В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского можественную литургию в Иоанновском женском монастыре возглавил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии. В своем архипастерском слове митрополит в Арсенофии отметил, что житие, опыт, общение святого с Богом – это пример не только для священнослужителей, но и для мирян. Постарался всех исцелить, всем помочь. Вот ее благотворительность, ее милосердие, ее сострадание – это пример, конечно, для каждого мирянина. Такой батюшка Кронштадтский, я думаю, что он один вообще. Поэтому и вот такой людей почитает, и для всех является, как сказал праведный митрополит, маяком для нашей жизни, потому что он действительно, в его жизни было только одно хорошее, хорошее, то, что мы можем черпать и пытаться это своей жизнью каким-то образом. Нам, конечно, трудно это все, своей жизнью, так же воплотить в жизнь, но хотя бы у нас есть пример. Душа мне сейчас, можно сказать, порхает огромная-огромная радость. Вот эта радость, сейчас приду домой и буду рассказывать. Буду рассказывать, потому что это очень-очень такое событие, очень торжественное. Все очень торжественно и празднично, говорят прихожане, потому что День прославления батюшки объединяет тысячи православных христиан. Связывает их и разнообразная деятельность, которая организована на приходе. Здесь каждый может выбрать направление по желанию и сердечному устремлению. Это общение с людьми, это большее единство, да, то есть узнаешь других, учишься любить, учишься помогать, чего мы не умеем. Ну, то есть это вот взаимное прорастание людей, то, что называется Церковь Христова, да, вот она становится теснее, проникновеннее. Ну, то есть, опять-таки, вот возможность помочь. В этом смысл помочь, как помогал Иоанн Кронштадтский, как при жизни, так и после. Он заботится о каждом, кто обращается к нему с искренними молитвами и нужными. Иоанн Кронштадтский